Почему вы не разговариваете российскую ни с кем? Она мне не подобается, это мова окупанка. А родители ваши говорили на русском? Мои не. Не? Никуда? Не-не. До чего тут мои родители? Это мой выбор. Понятно. То есть у вас чувак ваш разговаривает по-русски, вы, значит, такие выпендриваетесь на украинском, родители нахрен, все, что было, значит, как говорится, в истории ваших родителей тоже нахрен, я такая вот украинка. Да я не против украинского языка, я просто его не понимаю. Я принципиально не разговариваю российский. А в чем принцип? А в чем принцип-то? Это мова окупанта. А-а-а. Окупанта в чем? Моей державы. Да ладно. Да? Вы постоянно про это слышали? А откуда я знаю? А что они у вас окупировали? Ну, например, Крим, уже Донбасс, Луганская область. А они точно уже окупировали, да? Ну, майже. Скоро все-таки станет. А, то есть все-таки новости, это самое, делают свое дело. Нападут на вас россияне, да? Ну, схоже на то. И что будете делать? Сподіваюсь, хоть до Киева не доверутся. Игорь, и что будете делать? Ну, не знаю. Ляжу спать. А что делать? Ну, действительно, лучше лечь и поспать, дождаться русских. Я с вами абсолютно согласен. Главное, будьте спокойны. Я спила. Ждите русских. Класс. Вот и я и говорю. Они всегда помогут. Они всегда помогали и всегда помогут. Так было в истории, так будет. Чем они мне допоможут? Что убьют меня? Не знаю, вас зачем-то убивать. Вас, наоборот, как говорится, поставят на педестал. Ну, конечно. Будете держать... Сподіваюсь. Будете держать эту самую связку георгиевских ленточек. И это будет очень красиво. Класс. Вам ленточка георгиевская будет очень к лицу, кстати, девушка. О, зубы. Серьезно говорю. Я за Бандеру. А вы за Бандеру? Укради нам мат. А Шухевич маты, да. Я знаю, что у вас Шухевич маты. Слушайте, девушка, девушка, интересно. А вот, ну, если вдруг получится такая провокация, да, и вот на эту провокацию Россия ответит, то есть все. А скажите, а бандеровцы у вас куда побегут? Какая моя разница? Я не бандеровка. Ну, я понимаю. А вот ваши бандеровцы, вы же говорите, что вы поддерживаете это сам. Они куда побегут? В Польшу, Венгрию или куда? Вот смотрите, бандеров в Польше на Куролесе, правильно? Поэтому он мечтал в свое время как бы о какой-то независимой Украине, чтобы он так там мог тусоваться. На самом-то деле, правда? Правда. Вы свои брекеты показали мне. Да. Вам подобается. Молодцы. У вас будут скоро еще ровненькие зубки. Вообще будет все хорошо. Жене, к вам молодцы. Да. Так опять к Бандере-то возвращаешься. А куда бежать? В Венгрию, что ли? В Венгрии тоже непопулярные. Так что делать-то будет? Я буду, я буду въехать в Немеччину. В Немеччину? А они вас там ждут? Нет. Прикиньте. Ну, тогда все. Я буду тогда тут помирать. А что же делать? Да. А слушайте, а вот у вас вот, ну, те, которые там Бандеру поддерживают и тому подобное, они реально думают, может быть, что американцы будут их эвакуировать? Я буду с тобой. Пошел вон я с кем-то. Пошел вон я с кем-то. То есть эвакуировать бандеровцев тоже никто не будет? И что делать? Еще один. Тобто, блин. Ну просто. Ну сами подумайте, и что тогда? Вы бы краще задавали такие питания Путину, для чего он на нас нападает, а не как мы будем рятуватися. Это будет больше логично. Подожди, так он еще не нападает. Я вот сегодня новости смотрел. Вот число. Он уже нападает, и уже... Подождите, сегодня смотрю CNN. Не перебивайте меня. И говорят, что из-за потепления не будет нападения России. Дайте, я скажу. Давайте. Ну, слушай вас немножко. Я хотела сказать, что они уже напали на нас восемь роков назад. Да ладно. Вот так вот. И что? ТСН Ньюс. Да ладно. Вы так говорите, что они тебя на нас не нападут, так они уже на нас напали. Они уже... А почему Россия об этом не знает? Что, згущаетесь? Я вот в Америке живу. Здесь тоже в Америке еще никто не знает, что Россия напала на Украину. А вы не знаете, что они у нас типа Крым забрали? Нет, про Крым-то понятно, известно все. Ну, так получилось, да, вот. Мы не будем вдаваться в подробности. Ну, вот, да, что. Крым это и Донбасс. Результат чего? Результат Майдана. Майдан был? Был. После чего вот так все получилось? Ну, что не так? Вот, все нормально. Результат чего я? Кто я? Чего? Что? Вы сейчас сказали что-то на украинском, а я даже не понял. То ли вы обзываетесь, то ли вы меня похвалили. Ну, в принципе, я с вами согласен. В девушке должна быть какая-то загадка. Я старших людей не ображаю. Не ображаете? Понятно. Да. Ну, понятно. Ясно, девушка? Значит, вы поддерживаете пидрозделы Украины. Боже, рука уже была и с вами разговаривала. Это да. Со мной обычно рука сразу устает, да. 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 Хорошо, счастливо вам. Ждите русских. Они вам помогут, поверьте мне. Сподеваюсь, Наксон. Счастливо. Ай, неважно, блин. Ну, паникуют все, раздували все это. А в смысле паникуют? Все там узелки собирают, все там с чемоданами копают окопы. Ну, паубежали. Или открыли, вот я помню, давно-давно, в 70-е годы, была такая напряженность тоже, так скажем, какой-нибудь ядерной войны. Нас вот со школы вводили даже в бомбоубежище. Четко показывали, куда бежать, что к чему. Учили одевать противогазы и падать ногами к вспышке, если вдруг она слева. Ну, ничего у нас такого не проходит, чтобы, наверное, не создавать панику. У нас кругом паника, но ничего, но такого не происходит. Так, значит, получается просто паника? Ну, паника, скорее, электронная вот такая. Текай, кто может, кто может, кто текай, кто не может, кто не текай. В магазинах никто не скупляется, чтобы как будто дома будем сидеть. Может быть, кто-то уезжает, это да. Некоторые уезжают, но это да. Ну, то есть верят, что Россия нападет или что? Они не знают. При чем здесь верят? Они не знают. Вы же там живете? Вы же в Украине? Да. А в каком городе, если не секрет? В Киеве. В Киеве? То есть вы столичные люди? Ну, вот объясните тогда мне. Я вот живу в Америке, в Лас-Вегасе, далеко от вас. Ну, и что на самом деле? Ну, вам еще хорошо везет. Скажите, что будет? Скажите, пожалуйста, что будет? Я скажу? Так это вы должны сказать. Вы же там живете. Я не знаю. Как бы. А что у вас там в панике в Киеве? Доброй ночи вам. Ну, и вам так же. Правильно, блин. Бегите нафиг. Если вы бандеровцы. Людям, которые не рычат на георгиевскую ленточку, бояться нечего. А вот всем дебилам, которые рычат на георгиевскую ленточку, не признают итоги Второй мировой, тем более Отечественной войны. Боятся есть чего. Ну, и потомки бандеровцев должны чувствовать себя очень неуверенно. Это при том, что еще Россия на них не напала, даже не приблизилась по-настоящему. Я представляю, если действительно, как говорится, где-нибудь Россия высадится, неважно, то ли это будет десант в Одессе, с моря, например, то ли десант в Киеве, с воздуха, например. Да почему-то мне кажется, что как только действительно настоящие украинцы поймут, что есть поддержка, и что не придут эти СБУшники, которые, блин, нафиг, фашисты эти, которые, как говорится, по беспределу обычно везде приходили и приходят, то они сами этих всех бандеровцев, по-моему, и вздернут. И далеко не за ногу. Так что бандеровцам и потомкам бандеровцев есть чего бояться. Такой вот бумеранг. Всем остальным понимание. Субтитры создавал DimaTorzok